В студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета «Глум-клуб» родилась идея написания добровольного диктанта для всех желающих проверить свою грамотность. И первый тотальный диктант состоялся 11 марта 2004 года. С годами к этой акции присоединились другие организации и города. И уже в 2012 году тотальный диктант охватил 89 городов в 11 странах мира, а число участников было 14 217 человек. Наша девочка, студентка, в 2012 году была на одном из форумов в Новосибирске. Молодежный форум там происходил. И она привезла оттуда вот эту идею проведения тотального диктанта у нас в Новошахтинске. И в этом же году в Новошахтинске впервые проводился тотальный диктант, в котором решили попробовать свои силы 21 человек. На следующий год желающих проверить свою грамотность было уже больше. Организаторы этой акции надеются, что в этом году количество людей написать тотальный диктант будет еще больше. Ведь это может сделать любой человек, способный написать под диктовку на русском языке, независимо от возраста, национальности или социального статуса. Мы в этом году решили попробовать проводить курсы, которые рекомендует проводить Орг. комитет тотального диктанта. Они называются «Русский язык по пятницам». Объявили. И сейчас идет набор на эти курсы. На этих курсах можно получить консультации филологов, можно повторить правила орфографии, пунктуации и подготовиться к тотальному диктанту. Все желающие могут обращаться в филиал Южного федерального университета и записаться на бесплатные курсы по русскому языку. А 12 апреля пройдет всемирная акция по проверке грамотности. К тому же диктант можно написать анонимно. Как заявляют организаторы, текст всегда повышенной сложности, поэтому справиться с ним не так-то просто. Но цель данной акции заставит людей задуматься, насколько они грамотны. Ведь современному человеку, живущему в 21 веке, модно быть образованным и грамотным. Продолжение следует...